Продолжим грамматический разбор Суры «Аль-Алахс Густа Крови» Мы разбирали айт «Аль-Руа Хустагуна» и сказали, что «Ан» это харфа «Мастерин ванасбин». Однако, исходя из того, что после частицы «Ан» здесь приходит глагол «Аль-Мады», глагол «Прощадчиво времени», она здесь будет просто харфа «Мастерин ванасбин», то есть частица, которая превращает свой глагол в «Мастер», в имя действия. «Руа» это фиалин мадын, глагол «Прощадчиво времени», в значении «Аль-Ма» или «Занна». Поэтому он нуждается в двух прямых дополнениях, двух прямых дополнений, два «Мафулюбихи». «Ята аддали мафуулейни». «Руа» здесь мабни аля фатхин макадрин аля ахрии, с неизменяемым окончанием, со скрытым над окончанием, то есть на конце, то есть над буквой «Алиф» фатхи. Проявиться фатх здесь помешала невозможность дать огласовку «Алифу». «Таадуру» тахрики для «Алифи». У фаулю его фаулю действующие сайта домирун мустатерин фиихи «джавазын», скрытый в нем в допустимой форме меслимения, такдир уха «хуа», которая выражена меслимением «хуа». Глагола «раа» со своим фаалем, все это джумлетун фаалетун, глагольное предложение. «Ла махаллилахамин аль-Араби мун фаридатан». Если отдельно взятое, это предложение не имеет места в падже. «Лянага сылата л-масули л-харфия». Значит, это предложение является предатком, предаточным предложением для частицы «Ан», которая нуждается в предатке. Но «уа-ан маа маа ба'да». Если взять частицы «Ан» вместе с глаголом «раа», все вместе взятое, вот тогда это уже будет фитауилен муфради. Рассматривается как одно целое. То есть будет фитауилен мастери. Рассматривается как мастер, как имя действия. Значит, «анаруаху» в значении «лируйятихи». То есть так, как он видит, так, как он считает. Это то же самое, что, если бы мы сказали, из-за своего видения себя и так далее. Некоторые считают, что получаемый от «анаруаху» мастер, «руйятун» будет «мафул ли-аджли» или «мафул л-ху». То есть то, что называют обстоятельством причины или цели действия. В данном случае «мафул» обозначающий причину действия. То есть «ляятхуа л-аннаху и р-анавсуа муставаньян». Он переходит границу, так как, или из-за того, что видит, или считает себя ненуждающимся ни в чем или ни в ком. Значит, это у нас «мафул л-ху» Так же, согласно другим, получаемый от «аруа» мастер, это у нас «руйятун» может быть То есть «может быть на месте поджар родительного падежа посредством скрытого подразумуемого предлога родительного падежа лам, состоящего в смысловой связке с глаголом «ятхуа». То есть в итоге «руйятун» если мы скажем «руйятун» или «жилийруйятихи» По смыслу это одно и то же в итоге. Значит, «руй» это фаул л-мадан глагол прощающего времени. А «фаул» или «юфаул» это «хуа». «Юфаул» это местемение «хуа» скрытого в нем местемения «хуа». «Раа» хуа «альхау» это «дамир муттасын» слитное местемение «мабнио аля домен» с неизменяемым окончанием с дома на конце. «Фимахалли» на месте поджар нас винить туну падежа. «Мафаул» имбихи аввали первое прямое дополнение глагола «раа». Истована это фаулин мадан глагол прощающего времени. «Мабнио аля л-фатхи л-мукадари аля ахри» с неизменяемым окончанием со скрытой «фатхи на конце». Почему скрытая? Литта адзулии. И так как олив не принимает какую-либо огласовку. Уфаулю ее фаулин действующее лицо это «дамир муститрум фиихи джавазн» скрыто в нем в допустимой форме местоимения. И в итоге в конце мы говорим вальфаулю маа фаулин гагол «истагна со своим фаулин» действующим лицом все это «жубнатун фиолетун». Глагольное предложение «фимахалли нас вина месяц поджар нас винить туну паджа мафаулин бихи «танин». Второе прямое дополнение глагола «раа». Валлаху альм. Продолжение следует.